Один из сложных и острых вопросов сельского хозяйства сегодня обсудила специальная правительственная комиссия, которая контролирует эффективность управления государственным имуществом республики. Речь шла об участках земель сельхозназначения, находящихся в общей собственности. Львиная доля их либо используется не по назначению, либо вообще не востребована. По этому поводу в адрес некоторых муниципалитетов звучат не только вопросы, но и нарекания. Проблема налицо. Из общей собственности лишь 37% земель имеют конкретного хозяина. Вопрос не просто актуальный, а злободневный. И находится он в зоне ответственности муниципалитетов. Если земли не используются, муниципалитетов вправе забрать их по суду, либо получить официальный отказ долевиков. Однако и тот, и другой способ используется недостаточно активно. Проблема невостребованности земельных участков остается. Всего у нас выделено 103 земельных участков. А случаев распоряжения было гораздо меньше. То есть эти участки уже есть в собственности муниципалитетов, но продажи или передачи в аренду сельхозорганизации было случаев очень мало. Земельные участки ставятся на учет в государственном кадастре недвижимости, а право на них не зарегистрировано. Еще одна проблема характерная для Чувашии. Если не удастся уложиться в отведенные законодательством сроки, то ставить на кадастровый учет придется заново. Представители районных администраций просят поторопиться, но и заодно с них спрашивают за огрехи в работе. Претензии к Аликовскому району. Он в отстающих. Но там свои оправдания, которые, впрочем, поддерживают коллеги из других муниципалитетов. Разные судьи, разный пакет документов. Порой доходят до абсурда. Приходится дожидаться нужного служителя Фемида из отпуска. При рассмотрении материалов принимают исковые заявления только индивидуально, по каждому лицу, не спискам. Сегодня мы по одному человеку готовим 6 пакетов документов. Один пакет документов состоит из 50 страниц. Значит, невостребованные земельные доли, которые сегодня не зарегистрировали, остались у нас порядка 9 тысяч. И вот переведя его на бумагу, это 500 тысяч рублей только, чтобы, допустим, закупить эти бумаги и выйти по обращению в суд по данным гражданам. Представители муниципалитетов ждут какого-то единого подхода. А республиканская власть вменяет им иждивенческие настроения и призывает действовать самостоятельно, если нужно выходить с предложениями наверх. Но не выжидать. Земля в сфере интересов как раз муниципалитетов. Сформирован участок – один из главных аргументов для инвестора. Почему такая ситуация? Потому что мне непонятно. Я могу только предположить, что вы приехали сюда, выслушали критику, смахнули все со штанов своих, вышли и забыли, что к вам по данному вопросу были претензии и поручения. Иного я вот не вижу. Если бы эта картина была по всем муниципалитетам, а тут были отмечены, там Канажский район, есть подвижки, да, там Яльчики, Комсомольский и так далее. То есть есть районы с другим результатом. Там люди другие живут. Там проблемы не схожи. Я могу предположить, что картина практически одинаковая. Все зависит от активности и авторитета, наверное, вашего авторитета в первую очередь на местах. Взаимодействие с главным поселением. Нужны не затраты на бумагу считать, а работать, добавляет премьер-министр. Ведь расплатой становится уход инвестора из района, как в случае с Аликово. Нет нужной земли, нет и новых проектов. Аргументы на исходе. Региональная власть грозит наказать рублем. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин